Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Джеймса Дэвиса FIFA 22. Мы совместно с нашими друзьями из европейского магазина Instant Gaming делаем для вас новый розыгрыш игры, ребята. Все что от вас требуется это перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться и выбрать игру которую вы хотите получить. По окончанию таймера победителю пришлют ее на почту, которую вы указали при регистрации. Все очень просто, зовите ребята друзей, регистрируйтесь все вместе. Ну а также друзья не забывайте, что на сайте Instant Gaming вы всегда можете приобрести прикольные игры по вкусным ценам. И также сейчас там идет ошеломительный розыгрыш Steam Deck на 512 гигабайт, вы в нем тоже можете поучаствовать, условия очень простые. Все подробности по ссылочке в описании, так что регистрируйтесь, участвуйте, покупайте. Ну а мы погнали к видосику. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. Продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Быстрее, ребят, набираем полторы тысячи лайков, быстрее выходит новый выпуск. Мы в прошлой серии устроили настоящее кино. И у нас получилось пройти Мадридский Реал в четвертьфинале Лиги Чемпионов. И, ребята, в полуфинале мы попали на Манчестер Юнайтед, а Наполи встречается с Вольсбургом. Весьма интересные пары. Сегодня мы что-то сыграем в чемпионате, как раз постараемся сыграть в полуфинале Лиги Чемпионов. Так что усаривайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. Ну а если новенький, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. Первая игра против Лэнса, и, ребята, ее мы просимулируем, поскольку сейчас и Джеймс Дэвис, и команда, в принципе, с неплохим отрывом идут впереди. И я думаю, мы сегодня сыграем против Рена. Это победа 2-0, и Дэвис снова забивает, ребята. Также КДВР еще забивает, помимо него. И мы после игры с Реном еще просимулируем пару матчей в чемпионате. Ну а после этого уже будем играть как раз-таки, ребята, против МЮ. И вот она победа. Видимо, кубок. Это значит, что наша команда уже чемпион, и, по всей видимости, никому уже нас не догнать. Отлично. Отлично, ребята. Мы справились со своей первой поставленной задачей в Лионе выиграть чемпионат. Мы смогли помочь команде, а это значит, что Джеймс Дэвис теперь будет биться в гонке бомбардиров. А раз, ребята, чемпионат мы выиграли, то пока я не вижу смысла играть матчи чемпионата. Будем дальше их симулировать. Будем смотреть, как завершится эта игра против Рена. Это 1-0, и снова Дэвис забивает гол. Ну и смотрите, как здорово сложилось. Как раз-таки в промежуток между этими матчами руководство одобрило нашу просьбу выставить нас на трансфер. И мы, ребята, выставлены на трансфер. Клубы будут немедленно уведомлены. А мы играли со Страсбургом 1-1, и Дэвис забил единственный гол Лиона. Значит, ребята, сегодня у нас заканчивается сезон. Потому как, если мы не выиграем в полуфинале Лиги Чемпионов и вылетим из Лиги Чемпионов, то мы сможем, ребята, сыграть, я думаю, Суперкубок. Хотя не факт. Он, скорее всего, будет в начале следующего сезона. В общем, будем смотреть. Возможно, сегодня будет трансфер. Я пока не знаю вообще, что будет в этой серии. Так же, как и вы, если вы начинаете ее смотреть. В общем, сейчас мы отправляемся на выездную игру против Манчестер Юнайтед. Вот так вот выглядят стартовые составы. И Эрлин Холланд сейчас находится на острие атаки Манчестер Юнайтед. А у нашей команды очень сильно просела физика. Не успели мы восстановиться. Ну, в общем, ребята, вы сами все видите. И давайте начинать. Там сейчас составчику Эмьюта Буттинати. И Алекса Сандра они приобрели. И Эрлин Холланд на острие атаки. Я не знаю, остался ли там Роналду на замене. Но, ребята, МЮ сейчас очень хороши. Ну, вот мне нравится, когда карьера идет долго, то многие клубы меняются. Меняются в своих составах. И это выглядит действительно очень интересно. Интересно, как там Холланд действует в чемпионате Англии. Ну, как мы видим, в Англию многие перебираются. Ну, а, например, Мартинос из Интера перебрался наоборот в Мадридский Реал. Ой, грубый подкат от Варана. И карточка в руках арбитра. Красная прямая, ребята. В этой лиге чемпионов мы очень много народу посадили на прямую красную карточку. В прошлом матче, ну, а точнее, в прошлом двухматчевом противостоянии. Адриас Соло получил прямую красную. Ну, а теперь ее получает Варан. Ну, Джеймс Дэвис, давай попробуем ударить. Удар поворотом. Куда вообще полетел мяч? Интересное исполнение. Но мы оставили МЮ уже на пятой минуте в меньшинстве. Это, ребята, для нас, так скажем, подарок. Классная передача, Джеймс Дэвис. Надо догонять мяч. Дэвис. На ленточке его сохранил. Ушел от соперника. Дэвис. Передача в центр. Надо бить. Удар поворотом есть. И потащил голкипер МЮ. Вот это, ребята, жаркая атака. Эрлинг Холланд. Передача дальше. Это Маркус Решфорд. Это Александра. Здорово подключается к атаке. Здесь проскочил. Проскочил он. Мимо Джеймса Дэвиса. Дошла атака до удара. Бруно Фернандеш бил поворотом. Но Лопеш молодцом. Еще одна опасная передача. МЮ продолжает идти вперед. Прострел. Эрлинг Холланд. 1-0. Но вот даже вдвоем не смогли накрыть. Наши защитники игрока МЮ. Он смог сделать передачу на Холланда. И тот, ребята, открывает счет в этом матче. Ну вот здесь вдвоем встретьте. Ну проскочили мимо. И здесь Холланда тоже никто не накрыл. Ну вот я замечаю. В нашей команде есть проблема. Защитники широко располагаются. И в итоге нападающий оказывается как-то между ними. Ну а это Джеймс Дэвис. Берет игру на себя. Дэвис. Удар с левой в дальний. Штанга. Да что ж ты будешь делать. Возможно, везение, ребята, нашей команды куда-то ушло. Лукас Пакета. Долго. Ну же, Дэвис. Забить. И потащил вратарь. Потащил голкипер, ребята. Хендерсон. Сегодня очень хорош. Ну и Джеймс Дэвис. Пытается. Пытается что-то придумать. Какой момент. Кэдэвери бил головой, но не попал в створ. Опасная передача на Санчо. Это Эрлинг Холланд. Снова Санчо. Бруно Фернандеш. Опасно. И спасает. Спасает, ребята, Лопеш. Надо бить. Удар поворотом и гол, ребята. Кэдэвери забивает и сравнивает на 37-й минуте. Отлично. Отлично, ребята. 1-1. Ну вот чувствуется, что МЮ где-то не хватает одного футболиста. Я не заметил, кстати говоря, делали они замену или нет после удаления Варана. Но, ребята, посмотрите, как разыграла наша команда. Начали уводить мы 20-го номера МЮ. Он бежал за нами. А Кэдэвери выскочил, и Брозович не успел его накрыть. Это, ребята, ничья 1-1. И, кстати говоря, Фред получил желтую карточку за то, что сбил в этой атаке Лукаса Пакету. И у нас, ребята, остается 5 минут в первом тайме. Очень, очень динамичный первый тайм. Футболисты нашей команды. Ну, здорово. Продолжаем. Продолжаем атаку. Еще одна классная передача. Нужно бить Кэдэвери. И в итоге, ребята, свисток на перерыв. Первый тайм получился очень боевой. 5-3 по ударам в пользу нашей команды. И, ребята, 1-1 пока на табло. Была красная карточка МЮ в меньшинстве. Но, честно скажу, их не особо это тревожит. Да, может быть, где-то сзади не хватает футболиста для обороны. Но в атаке они играют очень здорово. Вот здесь классно встретили. Джеймс Дэвис, Кэдэвери, Лукас Пакета. Ну же, ну же. Здесь справа кто-то поможет. Видел я партнера. Он был слишком далеко. И в итоге контратака МЮ. Забросик на левый фланг. Подача на дальнюю штангу. Джеймс Дэвис. Попытка удара. Не получилось пробить. А вот теперь Дэвис бьет с подкруткой. И мяч проходит рядом с воротами. Маркус Решфорд набирает скорость сейчас. Мы пытаемся помочь нашему защитнику. Прострел. Ну и молодец. Молодец, Лопеш. Побыстрее выбрасывай сюда на фланг. Джеймс Дэвис. Классный выстрел. И снова штанга. Снова МЮ отскочил. И снова Дэвис. Прессингуем пока. Алекса Сандра. Нужно, чтобы партнеры в центре помогали. Опасный выстрел. И потащил Лопеш. Джеймс Дэвис. Попробовать прорваться. Дэвис. Удар будет. Удар Дэвиса есть. Но не хватило сил как следует убежать от обороны. Джеймс Дэвис. Передача в центр. Хорошо. Классный пас. Ну же, кати в центр. Дэвис. Удар. И снова Хендерсон. И, ребята, две минуты добавил главный арбитр. Они уже истекли. Это ничья 1-1. Ребята, нам пришло предложение от Арсенала. А как раз в Арсенале играет Артем Дзюба. В Арсенал ушел еще, по-моему, и Перейра, если я не ошибаюсь. В общем, как-то Арсенал нацелился на футболистов Леона. Но пока это предложение я принимать не буду. У нас игра против креветок. Ее мы сейчас быстренько просимулируем. Посмотрим, как завершится игра. И я надеюсь, что мы выиграли. Нет, это ничья 1-1. И Джеймс Дэвис забивает единственный гол. Друзья, мы пока лидируем в бомбардирской гонке Лиги Чемпионов. У нас 11 голов в 11 матчах. На втором месте Бруно Фернандеш из Манчестера Юнайтед. У него 7 забитых голов. Ну и, ребята, сейчас нас как раз ждет ответная встреча против Ман Юнайтед. Наша команда успела плюс-минус восстановиться. Ну а МЮ полной силы. У них снова боевой состав. Сегодня Байли выходит вместо дисквалифицированного Варана. Также мы видим Теллиш вместо Алекса Сандра. Ну и, ребята, поехали. Нам, ребята, сразу намекают, что Джеймс Дэвис уже готов к переходу в Арсенал. Но нет, пока, ребята, мы ждем. Возможно, возможно, мы перейдем туда. Не знаю. Вы пишите в комментариях, что вы думаете. Все-таки это АПЛ и Арсенал. Это довольно интересная команда, которая, кстати говоря, давно не появлялась на моем канале. Ну, в общем, будет видно, ребята. И сейчас для начала нам нужно постараться как следует выступить в этой встрече в ответном матче против МЮ в полуфинале Лиги Чемпионов. Опасный заброс мяча на Рэшфорда. Но мы здесь выждали. И подловили вот эту линию офсайда. Успел Джеймс Дэвис вернуться. И в итоге Рэшфорд оказался в положении вне игры. 9 минут, ребята, позади. Опасная атака Манчестера. Эллен Холланд бьет по воротам. Успели накрыть. Джеймс Дэвис получил немного по ногам. И мяч успели выбить. Ну, смотрите-ка, второй матч совершенно иначе выглядит. Не так, как первый. Возможно, там действительно сказалось удаление. Но МЮ пока во втором матче играет поопасней. Но, может быть, знаете, на выезде играется легче. Как и нашей команде, так и другим. Джеймс Дэвис набирает сейчас скорость. Все силы отдали на этот рывок. Пошла подача в центр штрафной. Удар по воротам. Кадевери подловил соперника. 1-0, ребята. Казалось бы, плохая подача. Но здесь мяч скользнул по Байли, который сегодня заменяет Варана. Это ошибка. Возможно, и нечасто он выходит. И Кадевери молодцом не растерялся. 28-я минута. Его пятый гол в восьми играх. Вот так вот в Лиге Чемпионов он уже наклепал. И, ребята, мы выходим по сумме матчей вперед. 2-1. У нашей команды есть огромнейшее желание взять Лигу Чемпионов. Без разницы, куда мы попадем дальше. Мы сейчас в Лионе, ребята. И это наша главная задача на сезон. Здорово. Снова хороший отбор. Передача. Джеймс Дэвис. Ну и что? Это не желтое. Это снова подкат сзади. Но арбитр прощает. Опасная атака Манчестера Юнайтед Эдлинг Холланд залетает в штрафную. Ну и просто прошивает наши ворота. Холланд неудержим, ребята. Это 2-2. 41-я минута. И у нас снова ничья. Ну, Холланда сложно сдержать. Посмотрите, как он ворвался в штрафную. Ушел на одном движении. Здесь готов был просто порвать сетку. Холланд забивает второй гол. Он забил в первом матче. Он забивает сейчас. И остается буквально пара минут в первом тайме. Мы заработали, ребята, штрафной. Джеймс Дэвис. Подача. Все проскакивают мимо, но на подборе есть футболисты нашей команды. Можно подавать. Подача есть. Дэвис. Летел на мяч, но не сумел пробить. И в итоге первый тайм завершен. 2-2. Ребята, по сумме матчей у нас в этой встрече по 2 удара. Ну и смотрим, что получится дальше. Да, нам немножко, может быть, повезло с нашим голом. А вот МЮ своим моментом воспользовался на 100%. Эрлинг Холланд очень здорово забил. И продолжает МЮ сразу же с началом второго тайма идти в атаку. Джеймс Дэвис. Передача дальше. КДВР. Переводит мяч налево. А вот здесь до Джеймса Дэвиса пас не дошел. Джеймс Дэвис. Здорово. На рывке уходим, ребята. Это шанс. Дэвис. Пас центр на партнера. Розыгрыш на коротке. Удар в дальний. Какой момент, но не попадает. Партнер в дальнюю девятку. Разыграли хорошо. Рафинья бил. Но посмотрите, как пролетел мяч. И снова, ребята. Снова Эрлинг Холланд. Прокидывает мяч дальше. Отбились. Наши защитники и вратарь. Но на подборе снова футболисты МЮ. Санчо. Опасно. Холланд. Мяч в сетке. Мяч в сетке, ребята. 69-я минута. Эрлинг Холланд делает дубль. И он пока что выводит Манчестер Юнайтед в финал Лиги Чемпионов. Но тяжеловато бывает сориентироваться, когда и защитники постоянно твои меняются местами. Сейчас нет других вариантов, как идти вперед. Нам нужно за 20 минут забивать еще мяч. Классная передача. Джеймс Дэвис. Заскакивает в штрафную. Дэвис. Прокидывает мяч. Но уже надо забить. Удар и мяч в сетке есть, ребята. 2-2. 2-2. И Джеймс Дэвис снова показывает какую-то красоту. Мы не будем сдаваться. Есть еще время, но мы в игре. Сегодня мы не забиваем, но мы, ребята, помогаем нашей команде. Посмотрите, как классно мы ворвали штрафную. На одном движении прокинули мяч. И здесь не подвел партнер. Остается, ребята, 10 минут. Всего лишь 10 минут до дополнительных двух таймов. Но мы смогли показать сказку с Реалом. Почему бы не попробовать повторить то же самое с Манчестером. Но Эрлинг Холланд, я думаю, на это будет не согласен. Он идет в атаку и зарабатывает угловой. Классный пас. Джеймс Дэвис. Нет офсайда. Дэвис. Кадевери. Гол, ребята. Что творит Джеймс Дэвис? И Кадевери просто герой полуфинала. Снова концовка матча. Джеймс Дэвис на простых движениях раскачивает оборону МЮ. Видит партнера и Кадевери забивает. Ребята, это просто сказка номер два. Это продолжение Лиги Чемпионов. Это, ребята, те моменты, по которым можно просто снимать фильмы. Девяностая минута. Кадевери забивает, ребята, гол. И кто-то говорит постоянно, что я что-то переигрываю. Как-то перебиваю. Но невозможно такое, ребята, переснять. Это просто фантастика. 4-3 по сумме матчей. И все. Мы выходим в финал Лиги Чемпионов. Пусть Джеймс Дэвис и не забил. Но он сегодня раздал, ребята, важнейшие голевые. Ну и статистика, ребят, на ваших экранах. Примерное равенство было по игре. У МЮ было чуть больше владений. У нас на один удар больше. Ну а так, ребята, мы все-таки смогли вырвать победу. Во второй паре тоже получилось жаркое противостояние. И Наполи смогли с общим счетом 5-3 пройти в Ольцбург. Матч против Лили. Его мы, ребята, тоже симулируем. Давайте быстренько переходить к результату. Это поражение 2-1. К сожалению, и Джеймс Дэвис не забил. Еще одна игра в чемпионате. Снова с командой из нижней части турнирной таблицы. Смотрим, как она завершилась. Это, ребята, победа 4-3. И Дэвис, ребята, здесь делает хэт-трик. Нам, ребят, пришло предложение от Челси. Знаете, я думаю, не каждый раз приходят такие предложения игроку. Так что это будет интересно. Мы подписываем контракт с Челси. И на следующий сезон мы будем выступать уже в АПЛ. Но перед этим нам нужно завершить сезон. Это последний матч. Мы его тоже симулируем. И нас будет ждать только лишь финал Лиги Чемпионов. Здесь, ребята, победа 3-2. Джеймс Дэвис забивает еще один мяч. И, собственно, давайте смотреть, сколько голов он забил за этот сезон. Джеймс Дэвис стал обладателем золотой бутсы. Он забил за этот сезон 38 голов за 38 матчей. Средняя оценка 8,4. Голевых передач 10. И цена трансфера 64 миллиона. Ну и, ребята, последний шаг в нашей карьере, в карьере за Леон. А точнее, в карьере Джеймса Дэвиса, когда он выступает в Леоне. Это финал Лиги Чемпионов против Наполи. Вот так вот выглядят стартовые составы. Команды полный сил. Команды бились в полуфинале и смогли пройти финал. Ну и, ребята, поехали. Здесь уже не будет никаких двухматчевых противостояний. Это дело одного матча. И только одна из команд сегодня сможет поднять Кубок Лиги Чемпионов над головой. Честно скажу, я не сильно расстроюсь, если Джеймс Дэвис сейчас не завоюет трофей. Потому как его карьера еще в самом рассвете. И, ребята, довольно много команд есть, в которых мы можем поучаствовать. И я думаю, это выступление в Лиге Чемпионов далеко не последнее в его карьере. Так что будем смотреть. Мы переходим в Челси. На следующий сезон мы будем выступать в английской премьер-лиге. И если вы хотите увидеть это как можно скорее, то обязательно поддерживайте видосик лайком. Ну а мы, ребята, постараемся все же выиграть Лигу Чемпионов. Почему бы и нет? И, кстати говоря, напишите, как вы думаете, на какую позицию переходить Джеймсу Дэвису. И стоит ли вообще это делать? Там, конечно, на острие атаки сейчас в Челси Ромел Лукаку. Ну а фланги, что правый, что левый. И, в принципе, там Зиеш, там Пулешич. Ну а пока, ребята, Наполе. Наполе идет в атаку. Опасно. Как-то мы в таком матче заболтались слишком сильно. Опасная передача смогли накрыть. И Лопеш молодец. Кстати говоря, Лопеш стал лучшим галкипером сезона Франции. Опасно. Удар по воротам. И снова Лопеш показывает, что не просто так. Его назвали лучшим в этом сезоне. Пошла подача. Снова Лопеш. Дэвис с мячом. Ждем сейчас партнеров. Кадевери открывается. Классная передача. Удар Кадевери. И вот тут же, ребята, галкипер Наполе в игре. И очередная атака Наполе. Удар по воротам. Лопеш снова тащит. Не получилось у Джеймса Дэвиса выбить мяч. Инсиняя. Удар по воротам. Снова Лопеш. И мяч проскакивает рядом со штангой. Какие моменты? Джеймс Дэвис снова получает по ногам. И желтая карточка в руках арбитра. У нас начинаются вторые 45 минут. Довольно тяжелая игра, ребята. 4-2 по ударам в пользу Наполе. Но счет пока равный 0-0. Наполе сейчас начинает поддавливать. Опасная передача. Снова Лопеш. Еще одна атака Наполе. Опасная подача на дальнюю штангу. Удар по воротам. Мяч все-таки оказывается в сетке. 90-я минута, ребята. И Наполе забивает гол. И как же Лопеш здесь не смог отбить. Но вот все то везение, которое было у нашей команды. Оно, к сожалению, сейчас сыграло в пользу Наполе. Классная подача. Хороший удар. И, ну не знаю. Очень странно. Мяч скользнул по руке Лопеша. И он не смог отбить этот мяч. К сожалению, друзья, мы уступаем в финале Лиги Чемпионов. Но какой жаркой она была. И какой жаркой она еще будет. Мы на следующий сезон переходим в Челси. Мы будем выступать в ОПЛ. И это действительно будет, ребята, что-то интересное. Так что поддержите видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Поздравляем Наполея. Ну а у нас, у Джеймса Дэвиса, еще все впереди. Так что будем биться до самого конца. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok